Дженеста Однако фокусник не знал, что бочка была деформирована, что ограничило пространство, которое ему было нужно для побега. Слишком поздно поняв ее изъян, Дженеста в результате утонул, запертый внутри бочки с водой. Второе. Визитной карточкой мадам Делински в польской фокуснице, выступавшей в Германии, была остановка пули до ее попадания в тело. Однако Делински захотела сделать свое выступление еще более зрелищным, так что наняла шесть мужчин в своеобразную расстрельную команду, заявляя, что вместо одной пули остановит шесть. Перед исполнением она дала мужчинам указание зарядить оружие холостыми, вместо боевых. Таков был метод ее фокуса. Однако один из стрелков случайно зарядил свою винтовку настоящими патронами. В результате Делински была ранена в живот и умерла несколько дней спустя. Третье. Доктор Вивиан Хэнсли, стоматолог из Австралии, был известен эксцентричным поведением и благоговейной любовью к своим детям. Он создал фокус, создававший впечатление, что он проглатывает ржавое лезвие. Хотя в реальности он бросал его себе в рукав. Но однажды, исполняя фокус для сына, он случайно бросил лезвие себе в горло. И его сразу же отвезли в больницу. Чтобы впитать кровь, жена всю дорогу заставляла его глотать ватные шарики. Четвертое. Волшебник Карр, которого на самом деле звали Чарльз Роуэн, также специализировался в побегах. В одном из фокусов он лежал на пути несущегося автомобиля, одетый в смирительную рубашку. Карр выбирался из рубашки всего за несколько секунд, в последний момент избегая опасности. Но в оказавшемся последнем выступлении в 1930-м, Карр не смог выпутаться и ехавшая со скоростью более 70 км в час машина, переехала ему ноги, почти оторвав одну из них. Позже Карр скончался от полученных увечий, но перед этим снял с водителя всякую ответственность за произошедшее. Пятое. Удивительный Джо Бурус сделал себе имя, проводя местные выступления и экспериментируя с погребением вживую. В знак уважения своему герою детства Гарольду Гудини. Наконец, удивительный Джо решил выступить с фокусом, в котором его погребали вживую в прозрачном пластиковом гробу под двумя метрами земли и цемента. Посмотреть на чудесный побег собралось множество зрителей, однако удивление сменилось ужасом. Джо просчитался с прочностью гроба, что в конце концов привело к его гибели. Цемент оказался слишком тяжелым для пластика. Сломал его и насмерть раздавил фокусника, прежде чем тот мог хоть что-то предпринять. Продолжение следует...